Виктор Драгунский. Подогонки по отвесной стене. Однажды к нам во двор езжает велосипед. И дяденька, который на нем сидит, не крутит педали, а велосипед лечит тебя под ним, как с приказа, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл это другое дело, а велосипед сам. Я просто глазам своим не поверил. А этот дяденька, что на велосипеде, подъехал к Мишкиному парадному и остановился. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел. Тут выходит Мишка и говорит, ну, чего уставился? Я говорю, сам едет. Понял? А он, это нашего племянника, Федьки машина, велосипед с мотором. Я спрашиваю, а трудно такой машиной управлять? Ерунда на постном масле, отвечает Мишка. Она заводится с полоборота. Один разок нажмешь на педаль и готова, можешь ехать. А бензин у меня на сто километров. А скорость двадцать километров за полчаса. Во! Ого! Вот это да! Говорю я. Вот это машина! На такой покататься бы! Тут Мишка покачал головой. Ты что? Летит! Федька упьет! Голову оторвет! Да, опасно, говорю я. Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет. Во дворе никого нет, а ты все-таки чемпион двора. Садись, я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педаль, и все пойдет как по маслу. Ну, объедешь вокруг садика, два-три круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас чай потолку пьет, по три стакана дует. Давай! Давай, говорю я. И Мишка стал держать велосипед, а я на него вскромоздился. Одна нога действительно доставала с самого носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я идил макарониной, отпихнулся от трубы, а Мишка прибежал рядом и кричит. Жми педаль, жми, жми давай. Я постарался, съехал чуть на бок седла, да как нажму на педали. Мишка чем-то шелкнула на руле, и вдруг машина закрещала. И я поехал, я поехал сам, на педали не жму, не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие. Это было интересно. Все вокруг быстро-быстро понеслось по кругу. Столбик, ворота, скамейчка, песочница, качели, дома управления. А потом опять столбик, ворота, скамейчка, песочница, качели, дома управления. А потом опять столбик. И все сначала. Я ехал, цепей шеструй, а Мишка все бежал за мной, но на третьем кругу он крикнул. Я устал и прислонился к столбику. А я поехал один. И мне было очень весело. Я все ездил, воображав, что участвовал в мотогонках по отвесной стене. И Мишка, и столбик, и ворота, и дома управления. Все великало передо мной довольно долго. И все было очень хорошо. Но только ногу, которая висела, как в макаронина, стали колоть мурашки. И еще мне вдруг стало как-то не по себе. И очень захотелось остановиться. Я доехал до Мишки и крикнул. Хватит, останавливай! Мишка приезжал за мной и кричит. Что? Говори громче! Я кричу, ты что, глух, что ли? Но Мишка уже отстал. Тогда я проехал еще круг и закричал. Останови машину, Мишка! Тогда он схватился за руль. Машину качнуло. Он упал, а я опять поехал дальше. Чувствовал, что у меня уже совсем не по себе. А на следующем кругу он меня снова скричает. И орет. Тормоз! Тормоз! Я промчался мимо него. И стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он. Я стал крутить разные винтики и что-то нажимать на руль. Куда там? Никакого толка. Машина кричит тебе, как ни в чем не бывало. А у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впивается. Я кричу, Мишка, а где этот тормоз? А он, я заплыл. А я, а ты вспомни. А он, а он, ну ладно, вспомню. Ты пока покрутись еще немножко. Ты скорее вспоминай, Мишка! Опять кричу я. И все опять завертелся передо мной. Но на следующем кругу Мишка снова кричит. Не могу вспомнить. Ты лучше попробуй спрыгни. Я чуть не переехал его за это. Я кричу этому туролею. С бедой за вашим фельдикой. Он чай пьет, кричит Мишка. Потом допьет, аруя. А он не дослышал, соглашается со мной. Убьет, обязательно убьет. И опять все завертелось передо мной. Столбик, ворота, скамеечка, песочница, качели, домоуправление. А потом все наоборот. Домоуправление, качели, столбик, ворота. А потом пошло все в перемешку. И я понял, что тело плохо. Но в это время кто-то сильно схватил машину. Она перестала плещать. И меня довольно крепко хлопнули по затылку. И я сообразил, что это Мишкин Федька наконец по чаю пил. Я тут же келось убежать. Но не смог. Потому что макаронная нога вонзилась в меня, как кинжал. Но я все-таки не растерялся. И скакал от Федьки на одной ноге. И он не стал догонять меня. А я на него не рассердился за пацательник. Потому что без него я, наверное, окружил бы по двору до сих пор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ